Перед стеллой Анапа «Город воинской славы» собрались участники ЗСК, представители администрации, курсанты Института береговой охраны ФСБ России, школьники и студенты, неравнодушные жители и гости города. На стеле отображено несколько эпох, в том числе момент, когда турецкая крепость Анапа вошла в состав Российской империи и фрагменты событий Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что в России уже более 35 городов носят такое звание, объектов, как этот, в стране всего два. От губернатора Кубани Александра Ткачева и депутатов Законодательного собрания края цветочную корзину к памятной стеле возложили заместитель председателя ЗСК Петр Курдюк и заместитель директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Александр Пчельник. От благодарных анапчан корзину с цветами возложили глава курорта Сергей Сергеев и председатель совета Леонид Кочетов. Также к мемориалу были возложены красные гвоздики от всех участников церемонии. После возложения цветов за работу на выездном совместном заседании комитетов Законодательного собрания края в Анапе обсудили обширный перечень вопросов, большое внимание размещению мировых судей. Также говорили о мероприятиях в сфере здравоохранения, общественной деятельности. Большой спектр вопросов касался военно-патриотического воспитания молодежи. Работа в этом направлении впечатлила депутатов ЗСК. В городе есть хозяин, есть команда. Город чистый, уютный. Везде готовятся к сезону. Клумбы. Обратил внимание, целый торговый ряд выстроен. Уже было устройство сделано и клумбы высаживаются, то есть обрабатываются. Мы видим, какой большой пласт работы делается и это вызывает большое уважение.